Я в спорте. Ярославский локомотив накануне провел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. На своем льду подопечные Алексея Кудашова принимали команду Сочи Вячеслава Буцаева. Над ярославцами давляло желание взять реванш у южан за обидное поражение, допущенное в гостях тремя днями ранее. Что из этого вышло? Материал Владимира Литуновского. Вечер дебютов. Именно так можно назвать поединок между локомотивом и Сочи. В составе хозяев на лед арены 2000 впервые вышли голкипер Алексей Мурыгин и нападающий Йонас Энонт. А форвард Андрей Локтионов и вовсе проводил свой первый матч в нынешнем сезоне. Лишь накануне хоккеист подписал новое соглашение с железнодорожным клубом. Именно атака тройки возвращенцев Локтионов на шестой минуте встречи и обернулась первым взятием ворот гостей. Более замыкающего выступил Сергей Коньков. Локтионов с разворота пошел вперед, Коньков добивай гол! Вначале предупреждали, что будет команда идти вперед, давить и после проигрыша возьмет на себя игру, чтобы создать давление. И, может быть, немножко не были готовы к этому. После этого инициатива полностью перешла к хозяевам льда. Хорошие моменты были у Горохова, Энонда и Апалькова. Однако забить смог лишь последний. Здорово! Новый шайб подхватил с неудобной руки! Гоу! 2-0! Реализация большинства. Есть недоработки в плане, что игра идет волнами. У нас в течение определенного отрезка времени мы можем как хорошо сыграть, а потом какую-то часть провалить. Поэтому стабильности на протяжении всей игры не хватает. Именно на один из таких волнорезов подопечные Алексея Кудашова натолкнулись в начале второй 20-ти минутки. Моменты у ворот Барулина возникали регулярно, однако цифры на табло от этого не менялись. В личной экваторе встречи болельщики увидели третью шайбу в исполнении своих любимцев. Очередной пушечный выстрел от синей линии произвел Патрик Херсли. Локомотив играет на своем уровне. Команда молодая, агрессивная. Против Локомотива всегда очень тяжело играть. И вдобавок еще мастеровитая. Третий период выдался безголевым, хотя Херсли и мог оформить дубль. Однако шайба после щечка оборонца прошла чуть выше ворот. Итог 3-0, пока самая крупная победа Локомотива в нынешнем сезоне. И первый шатал от Алексея Мурыгина в чемпионате. Главным же героем вечера стал вот этот юный болельщик Лока, сорвавший овации трибун своим зажигательным танцем. Теперь Локомотив ждет непростой четырехматчевый выезд по маршруту Астана, Екатеринбург, Кантемантийск, Омск. Вадим Галитунов.